ты всего лишь машина только имитация жизни робот сочинит симфонию помните да а теперь спойлер все таки может и не только симфонию но с нюансами и об этом я сегодня расскажу как раз и видео и с вами артем галухин это канал qbsk и здесь мы рассматриваем технологии в контексте метавселенной и около о том что такое нейросети как они работают я вам рассказывал буквально в прошлом видео если до сих пор не видели самое время посмотреть если кратко 1943 году придумали самого понятия математическую модель нейросети 53 сделали на ней что-то осмысленное и потом надолго она пропала с радаров и буквально в двухтысячных годах снова начала хайповать потому что технологии приподнялись научились делать эти нейросети осмысленными и об этом сегодня наше видео нейросети сейчас окружают нас 24 на 7 они следят за нами в метро за нас делают красоту на фоточках в телефоне также могут уже писать музыку стихи и чем дальше тем больше работы кожаных мешков берут на себя нейросети и восстали машины из пепла ядерного огня помимо прочего нейросетками также реализованы некоторые сервисы которые помогут упростить вам жизнь если вы креативный человек этой нейронки которые работают с художественным и дну изображением рисунком и те которые работают с музыкой с текстом тоже есть нейронки которые работают и даже с кинематографом начнем с рисования и довольно хайповая тема думаю вы уже слышали про нее это нейросетка дали от разработчиков open-air прикол в том что нейросетка позволяет по текстовому запросу получить сгенерированное изображение как фотографичной точности так и рисованы и недавно довольно многих напугало и впечатлила картинка по запросу что-то типа последние сэлфи на земле там постапокалиптические рисуночки выглядели жутковато нейросеть короче шарит пока она проходит бета-тестирование но вы уже можете ее попробовать в будущем видимо это будет инструмент для того чтобы клепать себе клепарты но она такая не одна помимо нее подобные инструментарий нам представляют также дали мини или рудали от разработчиков сбера миджорни и dream by вомба стари и и пикс рей все они геррируют изображение по текстовому описанию пикс тупикс или гауган создают картинку по наброскам и делают прикольный результат видели возможно картинки в интернете где папа типа перерисовал каракули за ребенком на самом деле перерисовал их не папа они рассеточка ант бридер остаграм эти сетки смешивают картинки и делать из них всякое могут смешать вас брэдом питом а могут божью коровку с котиком можно напугаться результат есть также довольно странные решения где ваше участие не требуется вообще например сетка this x doesn't exist может генерировать рандомные существующие вид животного например все что я упоминаю здесь видео будет доступна по ссылке в описании можете переходить и пробовать теперь давайте перейдем дизайну наверное вы слышали если как так дизайна касаетесь прикольных проектах артемия лебедева когда он делал логотип для закусочной джон федор бургер например то сначала позиционировали это как свой собственный стиль а потом оказалось что весь этот дизайн делала нейросеть до сих пор можете эту нейросеть использовать и за относительно небольшие деньги получить себе фирменный стиль качество оценивайте сами но получить вы его можете но они не одни такие есть например проект лука он тоже может генерировать логотип вы его можете даже бесплатно скачать в плохом качестве или заплатить денежек и скачать хорошим а есть еще и отечественный аналог называется turbo logo но она сделать все то же самое но подешевле также и сервисы для веб-дизайнеров и проектировщиков например югит и ой создан для редизайна сайтов может сделать из старого и грустного сайта новый крутой модный лендинг юайзард переносит зарисовки с бумаги в рабочий адаптивный прототип сервисы фонд map и рн помогают подобрать шрифтовые сочетания конечно же нейронки решают и совсем повседневные задачи и именно пичкан даже ваш телефон по-любому если если у вас смартфон не nokia звонилка с кнопочками и такие же примеры например remove нейросетка которая может может удалить фон с фотографии colorize нейросеть раскрашивает черно-белые фотографии и можете погуглить есть прикольные примеры где берутся старые-старые фотки и в цвете они выглядят довольно забавно let's enhance и big jpeg могут увеличить качество изображений увеличить разрешение если вы хотите напечатать на более крупный формат авто дро может рисовать иллюстрации и иконки если знаете еще какие-то крутые нейронки для решения дизайнерских задач которые я не упомянул не поскупитесь расскажите о них комментариях всем остальным тоже вы знали что есть нейросеть композитор называется на айва и она помогает писать симфоническую музыку настоящим композитором сама она пока не очень справляется но с помощью людей пишет довольно годное произведение но она не одна есть также и замечательные нейросети для музыкантов такие как google magenta flow machines ampere music news net jukebox все они генерируют треки в плейтон loops делает переходы между мелодиями битвлендер может нагенерировать вам драмчиков м xx помогает создавать и редактировать саундтреки орг экстра собирает партитуры для оркестра и помимо этого есть еще очень много сервисов на основе нейросетей которые помогают писать почищать улучшать свои треки были также приколы с нейросетями которые обучали на музыке какого-нибудь исполнителя и она описала треки похожие на него по стилю опять же если знаете замечательные примеры нейросеток которые помогают музыкантов повседневной жизни поделитесь в коменте интересно что говоря про музыкальной нейросети даже был уже скандал с epidemic sound или каким-то подобным сервисом или группа сервисов которые продают музыку но в том числе музыка которую вы слышите сейчас на заднем фоне она оттуда и часть музыки на этих сервисах написано нейросетями а часть реальными композиторами и фишка в том что сервис продвигал ту музыку который написан нейросетями потому что она ему ничего не стоит как их продавал ее живые люди которые писали музыку они обламывались и из-за этого строить скандальчик что же с текстами прикиньте есть уже русская книга написана искусственным интеллектом с авторстве живым человеком и это сборник рассказов пытаясь проснуться павла пепперштейна и его нейродвойника чтобы создать эту книгу взяли нейросеть на основе g5 3 если не знаете что такое в прошлом видео я рассказывал кормили ей тексты павла и классической литературы настроили выбрали из того что нагенерировалась что-то более-менее связанное собрали все это в одну книгу результат получился вполне вменяемый но если говорить именно о способностях нейросети то она не очень умеет в длинный стори тейлинг и здесь как раз ей на помощь и пришел реальный человек видимо в пелевенском романе снаф креативный доводчик это была тоже нейросетка кто не читал там был инструмент в который ты забиваешь какой-то сухой текст а он тебе превращает его в вити ватый интересный и заковыристый похожие механизмы по фану используется даже для генерации заголовка fake news например есть такой проект не урал медуза это нейросеть пишет безумные заголовки в стиле медузы которая является иноагентом и некоторые из них даже очень похоже на правду если совместить такую нейросетку какой-нибудь технологии deepfake и озвучкой голосов знаменитости это можно создать свой фейковый мир новости из река и морти с параллельной вселенной со своими блэкджеками со своим реферансом и профорсетками но лучше так не делать а еще есть нейросеть которые скормили книги джорджа мартина по игре престолов и она дописала часть 6 тома даже угадала некоторые сюжетные повороты но по уровню связанности текста ходор бы написал лучше потому что предложение друг с другом не сильно связаны но в целом ссылка в описании на гитхаб проекта можете почитать если вам интересно а что же по полезным инструментом для тех кто работает с текстом сберклау например генерирует тексты с нуля профильевич и балабова допишут за вами любой текст автопоэт от яндекса может писать стихи спичпад и спич ноут могут распознавать звук и переводить его в текст кстати даже большинство телефонов это умеет делать language tool может проверить грамматику и пунктуацию ну и кроме этого конечно есть много переводчиков всяких языковых сервисов про них вы знаете и ради них собственно вообще в основном текста вот эти сетки сейчас и обучались а что там по кинчику 2016 году оскар шарп снял сан spring короткометражку в жанре научной фантастики там снимался ричард хендрикс из кремниевой долины сюжет к этой кранкометражке был написан целиком нейросеткой тут тоже есть очень много интересных инструментов и первую давайте рассмотрим технологию deepfake или технология которая позволяет на видео подменять лица выглядит это довольно интересно местами очень-очень реалистично такой технологии можно даже воскресить уже умершего актера а можно если кто-то кривляется без него снять с ним сюжет да и актерам вообще зачем работать если за них может работать нейросеть интересно что появилось это все как и многие технологии процветала спорно то есть первые наверное эксперименты с deepfake который хайповали это были различные формы фильмы где на лица актеров были подмены лицами других актеров которые в таких фильмах не очень-то снимаются тема это довольно интересно и deepfake вообще она заслуживает наверно отдельного видео если хотите такого более фанового контента проявляйте активность сделаем технология интересна и опасна еще и тем что все наши вот эти биометрические данные которые собирают голос там лицо слепок все вот это вот и использую сейчас для подтверждения личности потенциально сможет быть подделано такими вот нейросетями также нейросети помогают делать например визуальные эффекты они могут изменять внешность работать с мимикой отправить речь и движение актеров также нейросетками подправляют и звуковой дизайн ребята из мать и например создали нейросеть которая видит что вы шуршите листьями в парке и достраивают эти звуки до более крутых есть такая нейросетка который называется headliner она помогает озвучивать голосами знаменитостей различные тексты нейросетки merlin video или pixop помогают улучшить качество видео также merlin video может подобрать кадры для трейлера ну и с ней с помощью нейросеток можно например генерировать постер фиши к фильмам но об этом уже говорили в разделе про дизайн также они помогают красить обрабатывать видео что если сравнить то же самое видео с фотографией то например на фотографии сделать цветокоррекцию гораздо проще потому что она статична это один кадр она видео таких кадров много и они друг от друга отличаются и здесь тоже как раз на помощь приходит нейросетки потому что они распознают паттерны и способны красить изображение даже если она перемещается от кадра к кадру ну и что же нас ждет с такими темпами развития нейротехнологий пору ли уже бросать свои творческие проекты и идти заниматься какой-то другой работой но также как мы уже обсудили нейросеть сама по себе не способна делать что-то такое законченное комплексное это все равно прерогатива людей пока все задачи которые решаются именно нерестями они обычно довольно узкие прикладные взял сделал можно их рассматривать скорее как автоматизацию упрощение собственного труда помните когда-то появились конвейер конечно помните они освобождали людей от унылого рутинного труда что это нам принесло конечно научно-технический прогресс ну конечно если забыть про движение лудитов например которые ненавидели машины которые отбирали у них работы устраивали против них восстания но и здесь в целом такая же ситуация то есть нейронки эволюционируют забирают на себя часть функций но пока они целиком смогут это все забрать пройдет не знаю сколько времени потому что так то темпы с которой происходит вот эта вот разработка новых технологий они тоже немножко пугают но вернемся к началу видео может ли робот написать симфонию и да и нет с одной стороны роботы уже их пишут с другой стороны все что пишут или создаются нейросетями она отдает немножко синтетичностью если вы возьмете любое изображение сгенерированной этой нейросетью и начнете рассматривать его в деталях ну то есть комплексно она выглядит вау а когда смотришь на детали там некоторые вещи друг с другом не состыковывается и человек способен эти тонкие детали различить а нейросеть нет настоящее творчество на уровне всяких именитых фагнеров бетховенов пушки не растем пока недоступно но более того не растем пока недоступно даже творчество вася из соседнего подъезда там хоку которую напишет на стене в подъезде и орган который он нарисует она будет более творческой креативное чем то что нейросеть сможет сгенерировать и какие же выводы можно сделать из сегодняшнего видео во первых можете смело развивать в себе креативность нейросетки на этом поле вас не заменят ближайшее будущее стоит следить за всеми вот этими новыми тенденциями и технологиями быть на гребне волны если самим вам лениво копаться на разных сайтах и все вот это вот разгребать обязательно подписывайтесь на канал здесь мы вам поможем с этим а если позвоните в колокольчик то и оповещение вам еще придет о новых видео а что вам даст такое следование новым технологиям вы просто элементарно можете получить преимущество над вашими условными коллегами и конкурентами если вы используете в своей работе нейросети если вы научитесь это делать вы сможете ускорить свою рутинную работу в разы стоит понимать что все равно эта технология пока она выглядит довольно страшно чтобы массы и пользовались ну и конечно в целом смотрите в будущее потому что все сейчас меняется не по дням а по часам следить за всем этим сложно но это необходимо потому что однажды вы проснетесь и поймете что вы не знаете вообще ничего о мире в котором живете кстати у нас на канале есть видео про работы в метавселенной тоже дает пищу для ума советую посмотреть но и на этом на сегодня давайте закругляться вам еще куча ссылок под видео осталось чтобы посмотреть и потрогать разные нейросети в одном из следующих видео я расскажу вам о том как это нейросеть обучить и будем рассматривать это на примере распознавания сарказма если вас заинтриговал обязательно подписывайтесь и с вами был артем галухин канал кибеск пока пока а